Приветствую вас, Андрей. Давайте разберём ваши вопросы. Смотрите. Ну, в первую очередь, я думаю, что действительно у вас много противоречий. И мне кажется, что вот такой образ у меня был, когда я читал ваши сообщения, ваши тексты. Я к себе очень строг, я очень много от себя требую, как будто бы. Но в то же время я не очень-то сильно хочу этим требованиям соответствовать. Вот такой у меня образ возникал в голове, когда я читал ваш текст. Мне кажется, что вы нагрузили себя очень жесткими требованиями, которые далеко не всегда, собственно, отражают то, что вы хотите. На самом деле, которые далеко не всегда отражают то, что вам нужно, которые далеко не всегда являются тем, что вы хотите. Вот. Ну, отказаться от этих требований вы не можете или не хотите, я не знаю. Вот. И в итоге вы как будто бы, вот, в плену этих, как будто бы вы в плену этих, этих, ну, требований, что ли. Как будто бы так это выглядит. Как будто бы вы не можете отказаться от них. Как будто бы, если вы откажетесь от них, то вы потеряете самого себя, да. Вот. Наиболее ярко это проявляется в том, что девушка одна на всю жизнь, ну, кто вам такое сказал, да. Ну, типа, может быть, конечно, и так. Может быть, конечно, и так. Может быть, что девушка будет одна на всю жизнь. А может быть и иначе. Может быть, и по-другому. Это, ну, нормально. Понимаете, что, ну, что, что люди могут меняться. Это нормально, что, как бы, ну, что отношения могут заканчиваться. Начинаться, начинаться заново, что люди могут то быть вместе, то не быть вместе. Это нормально. Вот. То есть, а, вы же, как будто вы пытаетесь себя пробежать. То есть, а, не мудрено, что вы боитесь, а, семьи, боитесь, э, боитесь, э, боитесь свадьбы, потому что, а, э, Для вас это означает какую-то вот потальную несвободу, что ли? Вот так это выглядит, для меня, для меня, по крайней мере. И, на мой взгляд, предустановка, с которой вы сами внутренне не согласны, ну не согласны, потому что, если бы вы были согласны, то вас бы не было на нашем сайте, вот, я более чем уверен, что не было бы вас, вот, и соответственно, это, мне кажется, очень важный момент, мне так, ну мне так видится, по крайней мере, вот. Так что, развалище действительно есть, и это довольно, ну довольно, серьезно, довольно сильно сказывается на вас, вот, вот. Другой вопрос, да, что вы хотите с этим делать. Следующее, это некоторая несамодостаточность чувствуется у вас. То есть, без, условно, там, без девушки, да, один я ничего не смогу. Например. Ну, 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 например. И это тоже то, что в целом важно. Как мне кажется. Дальше. Значит, давайте вот, мы сейчас с вами, с вами прочитаем ваши вопросы еще раз. Я буду давать какие-то комментарии. Встречаемся с девушкой несколько лет, постепенно остался вопрос о местной жизни, но и следовательно в скором будущем разный заюзде. Не знаю почему она меня отпугает, но для себя чувствуется готов к этому. Это ответственность, а дело в том, что, вот, усилу того, что вы предъявляете к себе, вероятно. Большие требования, вот, ну, слишком большие, слишком большие требования, как мне кажется, вот. А, вас это действительно тяготит, вас это действительно тяготит, вот. Я бы сказал, что в данной ситуации это нормально. Ооо, в... по... ну, в... вполне, то есть, это вполне нормальная история, что вас это тяготит, вот. Как... ну... как... ну, как... как мне кажется. Понимаете, вот. Я не думаю, что в этом, а... я не думаю, что в этом, а... есть что-то такое вот необычное. Повторюсь, вы слишком много, слишком много, определяете к себе требований, вот слишком много, определяете к себе требований и слишком многого от себя хотите. И не особо думайте вообще о том, да, могу ли я эти требования как-то реализовать. Вот. Могу, не могу. Хочу, не хочу. Сам понимаете? Какая штука. Вот. И вот этот инфровой ребят, конечно, пугает. Да, слава. Дальше. Эм, так, эм, значит, чё-то связь не готов, так. Самирная же невозможная, а свадьбы идите мне на старат. Я знаю. Вы знаете, я думаю, что вообще это нормально, что вас настораживают какие-то вещи, да, вот. Я думаю, что если бы вы принимали себя полностью, ну вот, ну вот, целиком, да, вот, принимали бы свои какие-то страхи, вы, может быть, принимали бы то, что у вас чего-то вы можете бояться, эээ, то вы бы сказали девушке, прямо, как есть, что, эээ, что пока, что я готов с тобой только жить. Жить. Эээ, вместе. И всё. Вот. То есть, я пока не готов вообще, эээ, значит, эээ, к свадьбе и к детям. Давай, если тебя это устраивает, да, вот, если тебя это устраивает, то, давай, эээ, значит, в таком случае, эээ, начнём, как бы, вместе жить, да, вот. И, там, условно, посмотрим, что из этого получится. Эээ, если тебя это не устраивает, эээ, я это могу, ну, я это могу понять, да, как бы, ты, может быть, там, не хочешь, эээ, пустую время, там, тратить, да, и так далее, наоборот, эээ, если тебя это не устраивает, то, эээ, в таком случае, в таком случае, эээ, мы, эээ, мы расстаёмся, вот. И всё. Но, вам кажется, что, эээ, ответственность должна быть, эээ, либо, эээ, максимальная, то есть, это максимальная ответственность вообще, вот, эээ, либо, эээ, её, её нет вообще. То есть, это вот такой, ну, ну, в какой-то степени, это, эээ, я бы сказал, эээ, наверное, что, ээээ, детское отношение к ответ, к ответственности. Понимаете? Вот. Потому что, эээ, ответственность, она определяет, эээ, самим человеком, вот, а не, эээ, ну, не, не нуждой, условно говоря. Понимаете? Вот. Ну. То есть, как бы, это вот, эээ, такой момент и такой аспект, на который вам, эээ, нужно, эээ, обратить внимание. Да? То есть, моё отношение. Эээ, к ответственности, эээ, крайне тяжело. Мне крайне тяжело. Ээээ, там, условно говоря, да, это, ээээ, ну, разграничивать, например, эээ, разграничивать, там, допустим, ээээ, то, что я могу, то, что я хочу и так далее. Вот. Крайне мне это делать тяжело. Это очень важный момент, на самом деле. Дальше идём. Так. Эээ, вскоре, эээ, так, 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 в какой-то мере я могу сделать она для себя, но многое я не понимаю, это нормально? Возможно, это боясь, вызвано материальной неготовностью, всё-таки свадьба, дети, удовольствие, произвольствие никак попало. Но, опять же, есть требование, что всё должно быть идеально, что всё должно быть хорошо. Эээ, условно говоря, если, эээ, если всё не идеально, ну, вот, если всё не идеально, то... со мной, со мной что-то не так получается. То есть, опять же, либо, либо, либо идеально, либо никак, либо на, там, условно, сто процентов, либо никак. На сто процентов я не могу, а никак не хочу. И в итоге я не делаю ничего. Это, вот, ну, можно сказать, что, ну, в какой-то степени можно сказать, что это классическая история про... ммм, про перфекционизм. То есть, это вот именно классическая, в какой-то степени, история про перфекционизм. Вот. Это именно, вот, проявление такого перфекционизма здесь у вас есть, к сожалению. Вот. Опять же, перфекционизм, ввиду своей несостоятельности, да, ввиду своей... ну, ввиду, там, ну, ввиду того, что это невозможно, то есть, как бы невозможно, это эм... достичь идеала, вот. А-а-а-а-а, он обречён на провал перфекционизм, вот. Как бы, и он нужен для того, чтобы оправдать свои ничем не делаем, оправдать страх ошибки, возможно, своей, страх своей ошибки, вот, и так далее. Это, ну, такая вот важная, важная достаточно история. Дальше. Эм, так, дальше, 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 значит, возможно, я ещё не нагулялся, не 27, я знаю, что хватает и примеров, у которых есть 20, у которых 35, нет, это, это осознание. Эм, ну, понимаете, сама идея нагулялся, она про свободу, а поскольку вы себе стараетесь держать в ремках, я подозреваю, что вы никогда не нагуляетесь, ассал, вот, так что, эм, момент здесь такой, достаточно спорный, я бы сказал. Эм, так, эм, у нас, эм, так, сейчас у меня мысль, что я могу встретить другую девушку или эти вечные поиски ни к чему. Эм, смотря для чего встретить девушку и для чего поиска, то есть, понимаете, если, э, человек, вот, вот вы похожи, Андрей, на того, кто, э, условно говоря, никогда не отдыхал, э, на 100%, все время мечтает об отдыхе, но все время его себе запрещают, запрещают, вот, вы очень похожи на, э, э, такого человека, к сожалению. Это, э, по факту история о том, э, что я, я все время хочу отдохнуть, но я не могу себе этого позволить. Дальше. Эм, так, э, значит, э, да, и я, соответственно, мечтаю об этом, я постоянно мечтаю об этом. Эм, так, начал замечать ее какие-то, э, так, у нас с девушкой сходятся многие базовые принципы, потому что, как не должны быть отношения с людьми, но со временем я начал замечать ее, э, какие-то физические недостатки заглядываться на других. А, я думаю, что у вас, э, вопрос именно про то, что девушка должна, э, быть такими же принципами, как и я, потому что тогда, тогда мне ничего не угрожает, тогда, э, мне ничего не грозит, тогда я в безопасности. Эм, при том, что сами вы не такой человек, которому было бы комфортно с тем, кто похож на него, потому что не всегда похожи с людей, а это залог хороших отношений, ну вот. Я думаю, что здесь больше правдой, что девушка с моими принципами, э, это максимально безопасный для меня вариант. Если у девушки, э, не мои принципы, то это для меня угроза. Вопрос только в чём, э, в чём именно, в чём именно угроза. Э, дальше, э, э, базовые принципы, да, со временем я начал замечать ее, какие-то физические недостатки, заглядываться на других, не умысленно, я бы не хотел на это происходить. А, потому что вы себе запрещаете, э, вы себе запрещаете, э, свое желание реализовать, не недостаточно, свободно. Условно говоря, если бы с девочкой вы были честнее, если бы получали более полную, более живую, э, по вашему восприятию, э, обратную связь от нее, то ситуация была бы более, ну, более полной, более полной, более корректной для вас. Э, 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 дальше, 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 дальше. Э, очень честно, Римосин, даже ментозировал расставание отдаленно, ну, прямо если вы чувствуете, что заставляете себя быть в отношениях. Ну, когда я представляю, что это случится прямо Но завтра, э, меня нагревают, они пробуждаются чувства, которые где-то не закрылись. Я понимаю, как с ней я люблю, и она меня поэтому на 10 моментов уверена. Это единственное, в чем я смогу разобраться. А любовь для вас, это вот что такое? Ну, вот, как она ощущается? Какая у нее направленность, у вашей любви? Э, 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 я сразу вспоминаю эти наши хорошие моменты, все ее поступки, чистый аромат исполненности, мне становится комп горный, даже не выльная пульта с глаза. У меня наши места, как и теперь, буду ходить через все места, у меня будут флотшбеки, когда я был там с ней. Я думаю, что, ну, во-первых, вас очень радует расставание с ней, потому что вы примете его на себя. То есть, если я расстаюсь с девушкой, которая меня любит, то это как-то меня характеризует, характеризует меня негативить. Вот, в силу того, что вы, ну, чувствительный, чувствительный, да, вы чувствительный человек. И, плюс ко всему, для меня важно то, что она мне дает. А где здесь, вот, собственно, любовь-то? То есть, что такое любовь? Дальше. И я просто жалею себя, что не могу это пережить. Ну, я думаю, что вы боитесь боли, я думаю, что боли у вас было в жизни достаточно до того, как вы начали сейчас с девушкой. Я думаю, что с болью вы не справляетесь. Ну, то есть, вот, навыков справляться с болью у вас нет. И вы боитесь боли, потому что не знаете, что с ней делать. И боль характеризует, опять же, вас негативно. Штёвку П с требованиями к себе, ну, выглядит действительно, когда-то, эм, крайне, крайне болит. Так, я бы сказал. Дальше. Значит, я хочу много лет с этим человеком. Так. Не знаю, любовь. Так, почему во мне живёт, словно два человека, и такой, если вроде, я думаю, что нужно же расстаться, ввиду того, и вот, четвертое goed к себе надежность, понимаю, что не буду без этого человека. Это не до этого человека, это скорее, скорее, ээээ, знаете, эээ, внутренне я должен и внутренне я хочу, вот так, это все время борется. Эээм, опять же, не могу без этого человека, да, то есть, это не про любовь, вот именно, что не могу без этого человека, это не про любовь. Понравлю? Возможно, если короткая характерная, то можно сказать, что я хочу много лет с этим человеком быть, и он мне нужен. Опять же, я хочу быть с этим человеком много лет. Хочу быть зачем? Для чего нужен? Для чего мне этот человек? В то же время не готов создавать семью, потому что... Не готовы создать семью, потому что это ответственность, как бы. А ответственность вы боитесь, потому что вы и так много достаточно от себя требуете. И соответственно, вы понимаете, что требовать будете еще больше. Вот. И вас это естественным образом пугает. Вот. И поэтому вы стараетесь семьи избежать. Потому что вам сейчас тяжело будет еще тяжелее, по вашему мнению. Потому что семья, опять же семья, глава семья это что-то очень такое вот тяжелое. и достаточно энергии забрал. А что может быть по-другому, как может быть по-другому, вы, на мой взгляд, не знаете. Потому что ну просто, просто, просто не привыкли. Так, жить не привыкли. Так. Ди, ди, действовать. Понимаете? В чем дело. Вот. Дальше. Дальше. Так. Внутри меня... Так. Сейчас. Повторяю. Я хочу много лет. Так. Скорее всего, внутри меня не касаясь конкретной девушки. Да. Как это будет? Такой ситуация быть? Чтобы что? Как быть? Чтобы что? Если я не хочу ее отпускать, но трачу ее время, я это понимаю. Нет. Смотрите. Трачу ее время, это про то, что я не несу ответственность за себя. Да. Вот. Но чувствую себя ответственность за другого. И это меня тоже разрывает, по сути. Вот. Поэтому крайне важно, чтобы вы отграничивали себя, свою ответственность от ответственности другого. Человек. Вот. И учитель отвечает, отвечает, а, 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 только за себя. Вот. Это важно. Вот. Чтобы вам было комфортно. Вот. Понимаете? Вот. Жить и комфортно находиться в отношениях. Вот. Дальше идем. Так. А, так. То есть вы не тратите все время. Это ее выбор. А, быть, быть с вами. Вам нужно это принять. Побыть легче. Ну, и в то же время, быть с вами на семейном уровне не готов. Что для вас означает семейный уровень? Своё внутреннее ощущение не готовность, боясь, что делать ошибку. Так, девочка, просто она, наверное, сведет. Она, наверное, сведет. А вот, от вашей отношения к ошибке, то нужно разбирать, потому что по жизни вы будете ошибаться. Это нормально. А то, что вы себе не позволяете ошибаться, к сожалению, делает вашу жизнь, ну, как минимум, очень напряженной и, к сожалению, малореалистичной. Так, а не 10 разводов. Ну, посмотрите. Одно дело, если 10 разводов из-за психологических проблем, человек и совсем другое, если 10 разводов, потому что человек просто пробует что-то новое, открыть для каких-то новых впечатлений и так далее. Желание ещё что-то. Посмотреть, выбирать про все время с друзьями в роли холостяка, проводить мало рассказы веселее, а в то же время чтобы девушка была на месте, потому что я её постоянно готов. Опять же, это про то, что вы не умеете отдыхать. И про то, что к своим желаниям вы относитесь очень обесценивающей. Дальше. Девушку, которая меня любит, у которой очень правильная жизненная ценность, чего в наше время мало. Это про безопасность. То есть я боюсь угрозы себя. Вот. В итоге боюсь, что я потеряю хорошую девушку, больше у меня вот такой положительным ценностям, люди ко мне не будут. Это про материальное человека. Вы сводите ценность человека к материальному. Вот. И свою, к сожалению, тоже. Если вы пишите, что у вас много противоречий, я понимаю, но эти противоречия нужно как раз таки разбирать. Вот. Понимаете? Значит, разбирать и помогать вам это как-то вот структурировать. Да? Вот. И чтобы у вас выработалась своя собственная позиция, чтобы у вас выработалась своя собственная стратегия, которая максимально полно отражала бы ваш интерес, а не... которая была бы реалистичной. Понимаете? А сейчас ваша позиция, она, к сожалению, не реалистична. Вот. И этого артистега достаточно сильно-сильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. А вот эти цифлermanция какой-то, вот и думаю, мыFF Гелен это , даст всех 한� acquired. Наличь иere ДRL Está они тебе путаетесь историю.